Сгромаженная, сгруженная, и все-таки радостно, когда наше зало не вмещает людей. Ну и дякую Богу. Рад вас витать. Меня зовут Андрей Скидан, я сопротивленник этого музея, кто меня еще не ведет. И мы проводим черговую нашу кураторскую экскурсию, мы так это называем, по Спасовой Слободе в рамках нашей выставки Спасова Слобода. И сегодня у нас человек запрошенный, Татьяна Федоровна Литвинова, она наш коллега Ветковского музея, находится в помощь Гомельского палаца Паркова, ансамбль, и она уничтожает Мастатский отдел нашего судового музея Гомельского. Ну а чему и она тут, у нас в гостях, потому что Татьяна Федоровна как раз вельми шмарных годов займается краизнавством Гомельским, улучшением истории Гомеля, истории гомельских семей. И тому вот сегодня в рамках выставки Спасова Слобода мы будем разговаривать о одной такой судовной семье, семье Ковалевых. Ковалевых дала отожилки, паростки, значительно большей колькости родов старообрядских. И сегодня у нас присутствуют люди, которые породнены с Ковалевыми, и сами с семьи Ковалевых, я так разумею, да, есть то есть? Так? Вось. И тому сегодня это вельми текавая будет тема. Мы думаем про историю одной семьи, закраним историю Гомеля, и не только Гомеля, а целой эпохи. Двадцатого ста годзя праз историю семьи дотикнемся до истории краины, в якой жили, до истории города, в якой жили эти люди, які они створали, які они актуализировали в своем житии, да, в обе. Незарма люди творят город, и он удержан этим людям за счетом. Тому предоставляю слово Татьяне Федоровне. Добрый день. Прежде всего, я тоже кланяюсь всем тем, кто пришел сюда, и хочу задать такой вопрос. Первое. Есть кто-нибудь представитель семьи Ковалевых? Поднимите, пожалуйста, руки. Оля, кто еще? Я так. Параллельно. И есть ли, второй вопрос, есть ли те, которые когда-нибудь с кем-то общались из этой семьи, и знают о них? Поедешь на стройке? А, да, отлично. Спасибо. Что мы себе представляем, когда говорим слово «семья». Каждый по-своему, конечно. Я лично представляю, это, конечно, папу, маму, моего братика и сестру, бабушку с дедушкой, их друзей с игрой в лото. Что очень часто у нас собирались, и, знаете, вот это вот лото было бесконечное с друзьями. Что мы представляем еще? Ну, наверное, чуть раньше думали бы о круглом столе и самоваре, правда? Вот когда все собираются, когда все дружно, когда все вместе. Но самое главное про семью, наверное, это то, что мы любим друг друга. Соответственно, мы бережем один одного, соответственно, мы, конечно, что-то стараемся сделать один другому. И если что-то случается или кто-то уходит из нашей семьи, то мы, конечно, о нем помним. Так, я думаю, нужно отметить важности семьи. И вот такой памятью семьи, которая проживала в Гомеле, собственно говоря, ее еще, так сказать, отдельные представители сегодня здесь живут. И многоплановое такое вот сообщество, их близкие, как вот названа была эта книжечка «Гомельская семья Ковалехи», их близкие, на чем настаивал один из представителей этой семьи, когда эта книжечка готовилась. Ну, это на самом деле такая целая эпопея, то, что сказал Андрей. Можно переключиться? Началась эта семья. Ну, собственно говоря, ее внездом, ее таким отчим домом был дом на улице Пролетарской, тогда это была Фельмашевская еще. И, в общем-то, не очень большой по размерам, но такой вместительный, емкий. Здесь уже, конечно, мы видим как будто вот цокольную часть, а тогда это был целый этаж. И пространство, которое залилось потом нашим культурным слоем, подошло уже под самое, как бы, и подскрывало даже некоторые окошки вот этой цокольной части. Это был целый этаж, там была кухня, там были еще дополнительные помещения. Вот этот дом, собственно говоря, и значил то, о чем мы знаем о Ковалевых. И сюда вошла после бракосочетания Ольга Петровна Плеханова. Пожалуйста, следующий слайд. Нет, это еще про этот дом, простите. Да, вот Ольга Петровна. Она выдавалась замуж за Федора Ивановича Ковалева. И мама и папа ее прихадывают. Это тоже старо-обляческая семья. Очень такие, ну, как сказать, яркие представители. Вот следующий слайд, по-моему, там есть. Вот, посмотрите, какие они такие купцы. Это городня, это поблизости с Гомелем. Они оттуда происходили. Вот там, на той фотографии справа, это сама Ольга Петровна, которая замуж выйдет. Ее мама, ну, и, я не знаю точно, возможно, сестра. Ну, вот такая семья, в которую вливается, ну, и добавляется, в которой еще вот Федот Иванович Ковалев. И они первые заселяют вот этот дом. Можно вернуть на два слайда назад. Я немножко как-то не в ту степь повела. И хотела бы еще сакцентировать внимание на том, что этот дом принимал всех представителей семьи, друзей. И во время времени, когда мы работали в музее, когда мы знали, каковы движения, судьба города идут дальше, то одним из таких, одной из таких акций, когда нужно было беспокоиться о том, чтобы что-то сохранилось, мы сделали такую акцию, как ходили по улицам. Вернее, по этой улице. Там встретились с Ковалевыми. Там жили три сестры. И сестры, мы с ними общались. И речь шла о том, что если снесут часть улицы, то, может быть, какую-то часть оставят, ну, или могли бы оставить, вот что Андреевский дом прорисовывал, может быть, в виде такого, знаете, старого города. Тогда тема была злободневной, потому что в это время Троицкое предместе в Минске восстанавливалось, а в Верхнем городе шла речь. Ну, мы тоже очень хотели. Это были, мне кажется, 80-е... Самый конец. Да, самый конец 80-х годов. А теперь давайте опять дальше-дальше. То есть мы таким образом познакомились с этой семьей, не будучи в никаком кровном родстве. Стали все больше и больше о ней узнавать. И те, кто первыми встретили нас в этом доме, а что мы сделали, мы постучали в калитку. Она была не со стороны пролетарской, а со стороны Гагарина улицы. И там любезно нас... А, две сестрицы, представительницы этого рода. Это дочери Ольги Петровны и Федота Ивановича Ковалевых. Это Зинаида и Валентина. И они так, с радостью, как-то с растертыми руками, я даже не помню, показывали ли мы удостоверение музейное. Но это было просто, вот насколько привыкли открывать двери дома. Вот они открылись перед нами, мы туда зашли. И с тех пор мы, так сказать, стали уже дружны, близки. Ну и, конечно, все то, что мы там узнавали, это нас подпитывало, и это нас информировало, и мы больше как бы узнавали информацию о городе. Можно следующую? Вот про женю Седота Иванович и Ольга Петровна. Дом этот был первоначально деревянным, но поскольку в городе было несколько пожаров, и это была одна из причин, вторая, о которой говорила Зинаида Федотовна, что мы подходим к центру города, мы вблизи парка и дворца, дом нужно было облицевать кирпичом, что и было сделано. И, кстати говоря, это стало очень сложной причиной для нынешнего наследника, когда внутренние вот эти бренна, они истлели. И во время восстановления это было очень сложно, конечно, сделать. Семья зажила. Вот такая красивая пара. Он сразу же берется за, ну или, может быть, до этого, я точно не могу сказать, за предпринимательскую деятельность. Она выражалась в том, что он организует кузню, такую ремесленную, ремесленную кузнечную мастерскую, в которых делали всякие металлические, ну, работы по металлу. В частности, нам рассказывали, Ковалевы, что ягаря делали для речки, которая тут уже рядом, ремонтировали на суднах какие-то, ну, а встали, ну, я не тихо не могу сказать, но, короче говоря, это была такая, она даже одно время, это была мастерская, в некоторых справочных календарях, по-моему, обозначалась как завод, кузнечный завод Ковалева. Ковалев был человеком достойным, знающим свое дело и честным, и праведным, что его даже избирали в гласную городскую думу. То есть он был в числе тех, кто решал судьбы города, он с ним выступал там. Очень интересная вот эта фотокарточка, где написано «Кленки» в 1911 году, она из наших фондов. Дело в том, что семья, ну, она стала разрастаться, стали появляться детки, это к 1911 году уже у них, ну, уже порядочно было детей, и мне интересно вам просто засчитать, как семья проводила время. Это... ...900, еще 919. Нет, вверху, 990, еще 800. ...800, еще 800. Спасибо. Подумаешь на 100 лет. Спасибо. Извините, пожалуйста. Значит, когда стали появляться дети, то, ну, всем хватало, конечно, добра и радости. Была кухарка, была нянька в доме. Ну, вот из воспоминаний совместно Зинаиде Федотовне и ее сына Всеволоде, я писала тут, в свободное время дети проводили весело. Играли в подвижные игры, бегали купаться на реку Сож, которая была почти рядом, катались на лодках. Летом с родителями на пароходе отправлялись вверх по реке, на даче Кленки. Выйдя с парохода на берег, мать покупала, у прожидавших у причала крестьян, свежее молоко, творог, другие продукты. Затем все направлялись на съемную дачу и с качелями и беседкой во дворе террасы, с плетеными креслами, ленскими стульями, большим самоваром, навязанным крючком салфетки, который всегда был под паром. Ну, вообще, вот про самовар тут тоже сразу, самовар у Ковалева всегда был на готове, и даже, ну, в доме. Ну, я не знаю, наверное, Антонина и Татьяна помнят, когда в стенях в этом доме было специальное такое устройство, ниша в стене, вот, как бы сказать, дымоводящее устройство. Там ставился самовар, и труба прямо сразу как-то была встроена и выходила с дым, да? Помните Татьяну? Да, конечно. Да. Да, и его брали в дом, потом уже, так сказать, раскачивали, и несли уже там в гостиную, да, где уже подавали к столу, вот. И, ну, а, собственно, гостиная была одновременно и столовая, правильно? Это вот, это часть дома, которая на угол Пролетарской и Гагарина выходит, да? То есть там, по-моему, здесь окна и два здесь окна было, то есть такое, ну, светлое пространство, опять-таки, это восток-юг, юго-восток, да, вот. И сюда же из кухни устроенной в цоколе подавали еду, которую готовила кухарка. Кстати, кроме кухарки была и нянька, которая занималась маленькими детьми. При всём при этом мы знаем, что строго соблюдался пост в нужное время, и Зинаида Федотовна вспоминала, что, ну, вот, маленьким там нам давали в пост, можно было съесть там селёдку, например, с хлебушком, оливки, оливки прямо покупали из бочек, и вот с хлебом неряй, оливки, это был такой тоже, ну, как бы, один из моментов, связанных с постом. Давайте, пожалуйста, дальше. О том, что, кто входил в состав близких, ну, и, собственно, и родных. У Федота Ивановича были сёстры, не знаю, сколько их было, но про двух знаю точно. Это Агафья. Она вышла замуж за купца Грошикова, Киприана Павловича. Его, ну, следующий слайд, пожалуйста. Вот. Он был домовладельцем, он был пароходовладельцем, у него был дом на, в красивом месте, в Гомеле, на углу Боярской и Миллионной. Здесь рядом был дом, где они сами проживали, одноэтажный домик, где семья проживала. А его брат Тимофей Павлович владел домом, где сейчас ветковские музеи ветки. Ну, вообще, нам известно, что это ветковское происхождение купцы, что там их было несколько братьев. Ну, дальше я не особо знаю. Дело в том, что с Грушиками вообще такая немножечко темноватая история, хотя нам очень помогли узнать об этом вот как раз родители присутствующих здесь Владимира Васильевича, это Александра Матвеевна и Василий Васильевич Швейцовы. Потому что, следующий слайд. Потому что еще одна сестра Федота Ивановича была замужем за Ковалевым. Это была уже Акулина. Ой, за Ковалевым, извините. За Швейцову. Так вот, Василий Андреевич Швейцов становится ее мужем. Ну, вот здесь она, Акулина, уже без мужа. Вот она, бабушка, сидит. Вот это вот Василий Васильевич ваш отец. Нет, это мой отец. Вот маленький? Нет, он левее. Вот я его понял. Это мой отец, да. Да, это ваш отец Василь Васильевич. Да, это брат Евгения Васильевича. Да, да, да. Это все так. Но здесь нет фотографии Василия Андреевича. Но я немножко... По-моему, это или он, или его брат. Вот это вот сидит. У меня есть фотография, где отписаны все присутствующие на верхнем снимке. Да. Ну, вот это тоже. Я фотографировала прямо с мобильника, когда мы разговаривали с вашей мамой, с Александром Материевной. И есть такая даже, посмотрите, схемка, которую составил, по-моему, Василий Васильевич. Кто в семье, ну, начиная отсюда, там, тысячи... Очень плохо здесь видно. Может быть, когда-нибудь вы нам позволите скопировать получше. То есть, кто как в семье и так далее. Так вот, эти две сестрицы были замужем. Одна за Швецовым, другая за Грушиковым. А Грушиковы, ну, купечество такого крупного порядка, они потом как-то немножечко растворяются. И мы в недавнее время, вот благодаря и Александру Матвеевне, мы нашли тех представителей семьи, которые живут в Москве. Была встреча, вы знаете, да? Они как бы нашлись. Но не все было просто, потому что там революция, разные какие-то нюансы были с этим связанные. Ну, и, в общем, о них не очень-то хорошо знали. А вот эта семья, именно Швецовы, очень много нам дали для представления. Даже уже когда ушла из жизни Зинаида Федотовна, дочка Федота Ивановича Ковалева, то Александра Матвеевна просто живо и очень подробно, в больших подробностях нам рассказывала. И мы с ее слов записывали. Пожалуйста, следующее. Ну, вот, наконец, семья Королев. Такая общая фотография этой семьи нам известна только на период уже после революционной. Но здесь вот все эти дети. Мне кажется, не помню, сейчас 11 было, что ли, детей. Не все там дожили. Посмотрите, в центре сидят Ольга Петровна и Федот Иванович. Вот это та самая Зинаида Федотовна, которая очень много нам давала информации об этом доме, потому что она там жила и об этой семье. Вот это вот ее сынок старший, младший. Ну, и остальные дети, так скажем. Это вот фотография, которая показывает нам вот эту семью в этот период времени. Ну, 29-й год. К этому времени Зиночка уже замужем. У нее двое детей. Вы знаете, так интересно было узнавать у Зинаида Федотовны. Ну, вы знаете, они нас очень многим питали. И в буквальном смысле, там, туаладушки могли предложить. Но это были 90-е годы, когда мы приходили расстроены, что вот надо мыло-хозяйственное покупать по этим... По карте. По талончикам. Да, по кулонам. И именно эти люди, эти там две женщины и их там сыновья приходили, мы с ними тоже близокое приезжали родные, говорили, что ничего, ничего. Все, вот в прошлый день радуйтесь. И какая-то все время, знаете, какая задорность в лице нас очень... Ну, у нас это, конечно, у нас была маленькая вера, например, к этому моменту с моим мужем. Вот, что-то как-то нас это волновало. Но после них уходишь, как, знаете, как после сеанса какой-то психотерапии, да, или Гарперовского. И вот Зинаида Федотовна, она вышла замуж... По-моему, следующий, нет? Нет. Нет. Она вышла замуж как раз вот сразу после революции, вскоре где-то. И мы говорим, ну как же было, вот, наверное же, там, бегали по городу какие-то были, ну, неурядицы. В Гомеле долго проблема была с тем, чтобы советскую власть установить все. Она говорит, ну, не знаю. Мы жили, я была молода, влюблена, было все так хорошо. И, ну, то есть в любое время есть жизнь, любовь и продолжение семейства. И вот она вышла замуж. Ну, давайте несколько слов пройдем по самой семье, начиная со старшего сына. Не все остались в Гомеле, но все всегда приезжали в Гомель, всегда здесь встречались, всегда накрывался стол. По поводу стола еще хочу сказать, что, ну, никогда не забуду, как мы уже вошли в эту семью, огромную помощь по его накрытию. Всегда и Александра Матвеевна, и особенно Елена Матвеевна, и Татьяна, помню, тоже с такими вот кастрюлями. Если какой-то праздник, то что-то все собирается вместе, дружно, всем находится, куда присесть к столу. Ну, и вот это один из, вернее, старших представителей семьи. Вот, он остался в сентябре в Польшу после войны, жил в Западной Беларуси. Он потом приезжал еще несколько раз. Ну, не все так с ним просто, но, в принципе, связь с ним была все время. Переписка вообще, вы все знаете, в ваших семьях, наверное, такие вот большие стосы есть, конвертов с письмами, ну, или были когда-нибудь, правда. Вот, с ним тоже очень активна переписка, и все знали о его жизни, о его судьбе. А следующий, Евгений Федотович Ковалев, он был герезистом, в геологической партии работал по освоению новых геологических территорий, ну, то есть мест. Вот, он уехал, жил в Душенбе с женой, с семьей, и несколько раз переезжал в коронии войны в Бомель. Там где-то в 30-е годы, а потом он приехал в 41-м году, 23-го июня. И соседи, а не знаю, кто помнит, ну, вы же помните, там и с одной стороны по улице Гагарина были дома, и на Котев там дома еще были такие вот. Но кто-то из соседей, как рассказывает представитель семьи, там пьяницы каких-то, лодыри, да, сообщил в НКВД, что большими деньгами приехал человек. Ну, он же работал, он действительно, он очень был, ну, испытабельный человек, он к этому повернул, потому что это геологическая партия. Вот, его забрали, его сосали сначала в Караганду, ну, а там он и умер. То есть такая вот печальная судьба у этого человека сложилась, хотя по воспоминаниям, опять же, тех, кто его помнит, это был такой очень достойный, знающий человек с, ну, большим умом, с возможностями как-то продвигать дальше эту науку, которым он занимался. Но так случилось. Вот в 44-м году он там в Караганде умер, погиб, как там, следующий, пожалуйста, слайд. И сестра Елена Федотовна Коварева вышла замуж за, ну, в Западную Беларусь, тогда это была еще, ну, она же еще до 1939 года, за Полюховича, который по названию «Поляк», и когда там случилось разделение, то она, значит, осталась жить на территории Польши. Очень часто с ней связывалась семья тоже, она приезжала, она была такая, знаете, для семьи модная, она привозила пластинки, гран-пластинки вот эти, включали, это же все до войны еще, да, включали, ну, я не знаю, что там у них было, патефон, наверное, в доме, я уже сейчас, я не помню вообще никакого такого прибора, но что-то заводили, эти пластинки, и все, вот, Петровича, это сын Зинаиды вспоминал, что, ну, мы таким образом как-то постигали мир, нам было интересно, вот, ну, а потом она там и осталась в Польше, ее дочь тоже была в Варшаве, и где-то пути их растворились на территории Швеции, то есть там дочка, с ними связи больше не было, это уже, ну, к нашим годам уже практически как бы потеряна была нить, ну, или, если были, то какие-то редкие письма, наверное, дальше, ну, вот, Зинаида Федотовна Ковалева, это, собственно говоря, тот основной поставщик информации, который мы использовали, потому что она, хотя они не двоем с сестрой жили, с Валентиной, да, с удовольствием тоже рассказывала, но они немножко разные по темпераменту и по памяти. Валентина некоторое время жила там отдельно, она работала очень много, она работала в гражданопроекте с медчицей, и бесконечно она была. Зинаида Федотовна, по сути дела, после возвращения, после войны, ну, с эвакуации, занималась домашним хозяйством, да, собственно, когда ей замуж вышла, она в основном тоже занималась хозяйством, детьми, очень много беспокоилась о них, ну, вот здесь она уже пожилой человек, это она еще вот, когда замуж выходила, следующую, пожалуйста, она закончила, все дети закончили гимназии, кроме там последнего Костя, который родился уже после, ну, его время прибыло уже после революционного времени, вот, она училась в этой женской правительственной гимназии, которая на Белетках, где сейчас колледж политехнический, да, одна, ну, рядом с КГБ. И очень тоже много нам про гимназию рассказывала, живо, так, с деталями какими-то, в том, что она говорила, приезжала там, приезжала, там, карета, например, из Богославска, и, как-то я, наверное, на улице забыла фамилию, выскочила из головы, ну, тот, кто, там, в Богославске, это теперь в Крутке, да, там было поместье, вот, и папа привозил свою дочку сюда, чтобы она училась, вот, на, специально на коляске, там, вот, это было такое, рассказывала, кто как одевался в гимназиях, что, например, ну, вот, в Брэдисовом гимназии были коричневые платьицы, была частная гимназия Табалевича, и Федоровская, там зеленые платьицы девочки носили, например, в приюте для бедных сирот девочек, который был прямо напротив окон Ковалевых, да, вот там, где качели карусели, практически, вот там, был одноэтажный дом в, в сторону улицы, Кролитарской теперешней, так вот, там они были в серых платьях, и у них были большие белые пелерины, очень красиво это, я думаю, выглядело, и, ну, много интересных вещей, стихи учили, и я знаю, по моей бабушке, которая тоже в гимназии училась, эти стихи всегда помнились, при случае, как-то они там зачитывались, да, это было, конечно, очень так, ну, крепкая такая наука, скажем так, была для детей в это время, а вообще про книги, то, что в доме, как, впрочем, во всех, мы знаем, в исторических семьях книг было очень много, всегда, всегда журналы, всегда самая свежая новость, и всегда, мы, кстати говоря, от Ковалевых у нас немало материалов, частично кое-что здесь, да, вот, кстати, фотография, я совсем забыла, что это экскурсия, это не лекция, фотография Федота Ивановича в челонках, вот, этот, старенький, да, дедушка Плеханов, это папа Ольги Петровны, вот, кстати, уникальный документ, это паспорт Федота Ивановича Ковалева, где написано вероисповедание, старобряческое, или из старобряцев, по-моему, так написано, я уже сейчас не помню точно, да, сухарница из их дома, помните, наверное, такой вот она была, ну, и документы на дом, план тут, ну, это довольно так, нечасто встречающая ситуация, когда так много вещей, и было это как, Антонина, Татьяна, вспоминайте, у них стоял там стол такой письменный, да, в гостиной, и были ящики, ну, где как-то вот все, а, нет, в комоде, в комоде, спасибо, точно, в комоде, вот, все это было в ящичках, и, ну, не терялось ничто, и мы вот с удовольствием, нам, так сказать, отдали это в музей, храним мы ее у нас некоторое время назад, еще, боже, в Селу Петрович была выставка по Ковалевым, такая вот, отдельная, с фотографиями семьи, можно дальше, не знаю, Эфидотовна вышла замуж за Петра Катирухина, он был, ну, почтовым работником, он очень такую хорошую сделал карьеру, был награжден орденом Ленина, они даже одно время жили отдельно, если все знают остановку дом связи, Барыкина, теперь она называется Барыкина, называлась долгое время дом связи, да, вот, в этом доме они жили, потому что был дом, там, почтовых работников, ну, вот, там, на первом этаже, Пошта, там Пошта, я напишу, Барыкина один, да, первая деревня связи, да, это была такая, знаете, новенькая построека 30-х годов, такое, и там вот они прожили некоторое время, потом, вот у двое детей у них родилось, это Петя и Сева, да, дальше, пожалуйста, следующие фотографии, вот они мальчики, видите, как, в какой стиле одежды, да, в 30-е годы, с этими вот бантами, бантами такими, да, ну, у Петра сложилась судьба несколько печально, он был призван у возраста, когда началась Великой Отечественной войны, они пошли с войсками, ну, как-то, их мобилизовали, но где-то, как-то, что-то это потерпело кран, он вернулся в Гомель, и, как потом узнали, он попал в тюрьму к фашистам, и, как вспоминала Зинаида Федотовна, ему бабушка, вот эта Ольга Петровна, носила передачи, это была на улице Книжной, да, вот, а потом сказали, не носите больше, потом они узнали, что он погиб, что он был под поле, что он, как бы, был задействован, что? Расстреляли. Расстреляли его, да, в этой тюрьме. Вот, дальше. Ну, и то, что, я просто иду по цветам книжки, когда вот это случилось, Зинаида Федотовна очень много ходила в церковь, ну, собственно говоря, почему говорит только о ней, это касалось всех семей, да, одно время ходили в церковь Преображенскую, когда случилось что? Когда она потеряла старшего сына. собственно говоря, скорее, это даже связано с тем, что она вернулась с войны, вот она об этом узнала, уезжали, они в эвакуацию в город Курган. Туда уехал Бонсельмаш, туда уехал младший брат Константин, ну, эвакуировал от предприятия, и Зинаида Федотовна с младшим своим Севы поехала туда. Он уже был школьником, они вместе работали на заводе, она получила медаль трудовых там заслугов, как она там называется, да, в тылу врага, вот, и когда они вернулись, вот узнали, она узнала эту горькую печаль о мальчике. Я, кстати говоря, вот тут чуть-чуть еще вам зачитаю, скажите, пожалуйста, по времени как она рассказывала, нет, Сына Петрович рассказывала, в основном, это еще когда мальчик второй был жертв, все внимание мамы было сосредоточено на семье, на муже, и главное на нашем воспитании. В трудное время неурядиц, ломки устоев и дефицитов на элементарном уровне в семье все было образцово, все чисто, вкусно и заботливо. Мама хорошо шила и вышивала. С приезжанием гимнастической учительницей занималась нашим начальным образованием, чтением и книгами. По рассказам 4 года я уже бойко читал и поставленный на стул декламировал стишки на всех семейных вечерах и на самодельных концертах почтовых служащих. Судя по всему к школе мы были готовы образцово уважение к слову с большой буквы особенно книжному живо до сих пор. Помню, как мама изготовила вместе со мной серию книжек, карточек с именами писателей классиков и их произведениями. Я должен был их совмещать. А мама приговаривала, сейчас ты запомнишь эти названия, а потом будешь знать, что читать. И Петя, и я учились с удовольствием и успешно. Ну, давай, Петя обучил школу и потом пошел на войну. Давайте дальше в следующий. Север Петрович после того, когда они вернулись из эвакуации с Кургана, поехал в Москву, где, ну, собственно говоря, продолжил свою жизнь. Поступил в один институт, потом в другое. Получил класснейшее образование. Еще такое до войны помили участь в школе номер 19, которая. Он изучил английский язык. Были там у него друзья, наставники, которые, ну, как бы, подмогали ему в этом. Прекрасное знание языка позволило ему пойти дальше по пути. Он работал сначала в Министерстве иностранных дел, потом ему предложили службу, связанную с секретностью. Он жил за границей. Он жил там же в Москве на женщине, которая преподавала у него, собственно, на институте и как-то между отношений, да, какой-то институте. Торговый экономический, да. Ну, я сейчас чуть-чуть уже подзабыла, но, одним словом, Диана Павловна становится его женой, а потом следом за ним едет во все его эти посылки по служебной линии. Они очень много проведены за границей, в разных разных местах, это и Португалия, и Варшава, и Китай, и Италия, где-то там в Южной Америке тоже жили. А можно дальше? Вот, это Диана Павловна, очень красивая женщина, вот там это крыльцо дома со стороны Гагарина, там вот на Протярской 33, и на крыльчке вот они вдвоем, молодожены, ну и там близкие, друзья, наверное, вы увидите кого-то знакомых, а, вот это вот Василий Васильевич Швейцов, например, Володя, да? Кого-то еще, может быть, можно узнать тут, а следующий стоит, Ну, в общем, они живут в Москве, отец Дианы Павловны, это генерал-лейтенант, начальник связи по граничных войск ищет штаба обороны Москвы, ему за хорошую работу, за службу, дали квартиру, вот в этой части дома на Катеринческой набережной, и вот они здесь проживают, ну, между тем, как ездят там, в служебные командировки, вот тут мы бывали у них гостя, да, Ольга, а вы, Володя, не изреки? Нет, я не был. Диана Павловна еще живая, слава Богу. Сейчас 95 лет, я поздравляю 7 февраля. А дальше, пожалуйста, вот эта семья, все офицеры военные, сын у них тоже закончил военное училище рязанское, да, там у себя нашел жену, привез в доме, короче говоря, вот видите, они в каких мундирах, полковник, подполковник, там, и, не знаю, как бы там было, а, какое звание там у сына, ну, дальше, пожалуйста, ну, это дальнейшая и дальнейшая жизнь, вот в доме у них очень большим таким масштабом висит эта фотография семейная Ковалевская, вот их там внучки, правнук уже родился, еще одна сестра Татьяна Федотовна, она была таким энерджайзером в доме, они вспоминали, что она никогда не унывала, всегда была, так сказать, инициатором, и, если что-то случалось, она, ничего, сейчас решим, дальше, пожалуйста, вот она вышла замуж за Татьяна, Тихановича, за Тихановича, вы Валеру помните, да, да, вот, пожалуйста, следующее, да, вот Валера потом женился еще на доме строительницы, ну, правда, не сарабяческой семьи, так скажем, дирекент нагорунской семьи, уничтожен и уничтожен Дюркевич, и ее брат, какой-то у нас профессор, да, кандидат на урок, но у него нет уже, они в чьем уничтожен помирают, да, уничтожен и уничтожен короче говоря, вот эта линия связана с тем, что Татьяна потеряла мужа, она растила сама сына, и вот мы этого Валеру помним, как очень-то уже отзывчивого человека, и когда жили две сестрицы в доме, Зинаида и Валентина, он всегда прибегал и спросил, очень таким помощником большим, но ушел из жизни довольно еще молодым человеком, дальше, пожалуйста, еще одна сестрица, Олимпиада Федотовна, это уехала в Москву, жила в Подмосковье и, собственно говоря, была, как бы, второй мамой для Санда Петровича, потому что, когда он там учился, она много ему помогала, пожалуйста, дальше, вот, это ее семья, ее дочь стала музыкантом, Галина, и Галина концертмейстер в театре сатиры уже, и ее она вышла замуж сначала за Супонева, и у нее сын был, покажите, пожалуйста, Сережа Супонев, если кто-то из старшего поколения помнит, это был уже телеведущий, детский программы, детский программы, да, детский программы, он совершенно так внезапно и, понятно, погиб на этих, удах, после, да, а потом, второй раз вышла, Галина, замуж, и это был уже музыкант из ее, из ее, с оркестра, с оркестра, Перов, и родилась девочка Лена, Лену мы знаем следующий слайд, а, нет, ну, короче говоря, Лена, это из тех, кто пел в группе лице у этого Андрея Макаревича, да, потом она вела программу вместе со Швыдкойм по этому московскому телевидению, да, и в некоторых сериалах снималась, такая независимая, очень похожа на свою бабушку, такая очень подвижная, так скажем, девочка, следующий, пожалуйста, слайд, еще один, это самый младший, Красатин Кридотович, который, он, в общем-то, уже, его основная жизнь сознательно припадала уже на послереволюционное время, он стал электриком, там, энергетиком, вот он в Курганмаш уехал, ну, в общем, оттуда он не вернулся, он остался там с семьей, семья у него, следующий, пожалуйста, ну, вот это, первый, первенец, он с супругой, такая типичная фотография, правда, для вот этих, времен, для этого военных, следующие, вот, ну, он потом стал начальник, ТЭС, завода Курганмаш, и, взорвел, большую, ну, как сказать, у него была большая семья, ну, и последняя представительница этой семьи, самая младшенькая, Валя, Валентина Федотовна Ковалева, она тоже у нас была прекрасным информатором, это так, по музейной, такой, термина использую, пожалуйста, дальше, она вышла замуж за своего однофамильца, тоже Ковалева, Игоря Кузьмича, вот, это мама Игоря, с маленьким Ириком, так его называли в детстве, там вот, с Ирик, с бабушкой, с мамой, и с папой, но потом, она выходит замуж за второй раз, за Ермакова, тот был ученым, он уехал в Москву, и там остался за Ермакова, и у нее оказалась еще дочь, вот, этого человека, мы тоже очень хорошо помним, и Ольга помнит, и следующий сайт, вот, этот человек, это Вячеслав Игоревич Ковалев, это, вернее, вот его, вторая жена, Ольга, здесь присутствует, когда он потерял Татьяну, он женился вот на Олечке, мы тоже ее любим, и почитаем прощения семьи, ну, вот та же самая, Ермакова, Алина Михайловна, сводная сестра его отца, отца Вячеслава Игоревича, правильно, Ольга, и следующий, тетка. Семья часто собиралась, вот одна из фотографий, в 70-е годы, тут все узнаваемо уже, и там пацаны подросли, и уже такие, то есть внуки у них, вот эта, кстати, Елена Перова тут сидит тоже, маленькая еще, следующий сайт, пожалуйста. Ну, это вот отпрыск, ну, или как, сын Вячеслава Игоревича, Виталий, со своей женой Татьяной, вот они, собственно, стали наследниками этого дома, с которым мы с вами начали разговор, и дом долгое время был в плачевном состоянии, сначала нам пришлось большими битвами добиться того, чтобы дом вместе с застройкой исторической города взяли под охрану, но ничего в доме не делалось, собственно говоря, тот инициатор содержания, или, как сказать, гнездования, семьи, Евгений Вячеслава Петровича уже в Москве, и потихонечку тут уходили люди, и не все было просто, да, Таня, как-то вот так, и все-таки потом в итоге Виталий взялся, отремонтировал этот дом, сейчас там и крыша новая, и многое там доделано, и, в общем, дом живет и существует, пожалуйста, следующее, вот, и семья долгое время, конечно, вот собиралась с таким большим составом, всякий раз, когда приезжал Север Петрович, он на такой широкий формат фотографировал, вот вам скажу, из тех, кто здесь присутствует, наверное, интересно, это Василий Васильевич, это Елена Матвеевна, это Александра Матвеевна, а что, это Людмила? Людмила Людмилевична. А? Людмила Людмилевична. А, Людмилевична, она же не, я думала, что это сестрица вашей мамы, это жена Евгения. Это жена Евгения Васильевича, брата моего отца. Как говорят, по-постому, бортовая, да? Да, бортовая. Я поняла. Но она раскончалась было назад. Вот такая история вот такой семьи. Что касается этих материалов, которые, кроме вот этого информационного блока, которые есть в нашем музее, сейчас экспонируются в Ветковском, то это вот эта шай темно-черно-черно- как-то сказать, малиновая, в которой Ольга Петровна Ковалева ходила в Иринскую церковь, покрывая там на это. Именно такая черноватая, потому что это был траук по какому-то поводу, то есть это было уже такое вот время. Что касается Ковалевых, то книга вот эта королева Виктория, который подарил Севу Петровичу нам, она из их дома была там. Вот эта базочка тоже, помните, наверное, Татьяна стояла у них на комодике, тоже они нам подарили ее. Значит, что-то еще у нас такое, именно отковать, ну, я уже эти вещи назвала, да, и там есть парфоровые тарелочки, которые, вы знаете, как грибочки после дождя приросли. И я очень признательна за то, что мало того, что там стоит соусник, то еще и вот эти нашлись еще к этому же набору еще тарелочки дополнительные, да, ну, то есть это селедочница и блюдо для рыбы. Вот. И я так понимаю, что это подарок нашему музею. Да, да, да. Очень вам признательны. Они когда-то часть сервиса, потому что много было чего побито, подарили маме нашей. Ну, и вот оно стояло в коробке, я думаю, надо сюда принести, я увидела, что у вас есть часть, думаю, я этим не пользуюсь, потому что, ну, как-то, знаете, единичная штука, думаю, я сюда лучше принесу, встали, удивили, какая красота, какой рисунок, красивый очень на этих посудах. Вы знаете, это какой-то символ, вот того, с чего я начинала, этот стол самоваром и со стульями с семьей, да, это вот как будто бы какое-то соединение вместе, ну, это как память о семье. У них буфет на кухне белый был такой вот уже в наше время, когда мы помним, у вас суда красиво, лошки, вилл, в кунате стояло. А них культура вот сохранилась до последнего. Чтобы мне уже сойти со сцены, я бы хотела последний слайд вам зачитать. Нина Михайловна Ермакова писала стихи. Она была таким домашним поэтом, колокольчиком, да, домашний колокольчик. И Савел Петрович даже издал книжечку ее стихов. И вот я оттуда взяла строчки, которые, мне кажется, являются таким, ну, если вначале эпиграф, то в конце это как пролог, эпилогом. Память, память, залетная дикая птица, память наша голова чуть-теющий свет. Жаль, все реже туманные начали сниться годы, люди, которых дано уже нет. Как тебя не сберечь, сохранить, не стирая во всех давних далеких пролетах житья, чтоб жила хоть в словах молодая, живая, разом злая и добрая, память моя. Ну вот, на этом все. Спасибо за внимание. Я, еще одного представителя этой семьи зашел или нет. Я, я звонил, извините, позвольте. А можно мне два слова сказать? Да, извините, пожалуйста. Скажите, сколько времени я потеряла счет. сын Швецова Василия Васильевича Александра Матвеевна. И хочу сказать, поблагодарить вас за такой хороший предметный разговор, такую лекцию, что вы помните моих родственников, моих родителей. Благодарю вас за это и сказать от себя, что это люди были высочайшей интеллигентности, высочайшая планка была установлена для них. Это был просто образец для подражания и было очень большое чувство приятного общаться. Я был ребенком и когда были какие-то праздники, первый вопрос, а Ковалеву придут? То есть одной фразой было охвачены все те, кто жил здесь. Вот три сестры, мы общались, был, конечно, неизбываемая память, это очень интеллигентная, очень люди очень благородные. Мои родственники могут подтвердить мои слова. Да, это как говорится такая фраза «никакого места», таких людей сейчас не делают. Спасибо вам за добрые слова, за хорошие лица. Спасибо, Владимир Васильевич, спасибо вам. Дело в том, что интересного вам рассказать про вашу семью, я очень хорошо помню это тепло, которое излучало Александра Матриевна, я очень хорошо помню вашего, ну, как это сказать, чуть-чуть такого с поделочкой ироничного папу Васильевича, да, это всегда очень здорово, и в дом приходишь, и коровы нету в этом, и не помню, были ли у вас коры, но всегда молоко или сметана, в ней ложка стоит, самый такой вот творог, по старым таким вот нормам, даже продукты приобретались там у каких-нибудь романсан, да, все вот в этой традиции, и в пост, и вот кухня все время пышет ароматами, да, я еще скромлю, что Александра Матвеевна недавно не стала, но вот это правда, если это можно хранить, то надо это хранить, потому что, ну, без этого наверняка это то, что нам дает силы, потому что это наши жилы, правильно, это то, что горячим можем жить. Простите, пожалуйста, может быть, кто-то еще что-то, какие-то вопросы? Да, колье с чем поделиться, колье ласка у нас в час, в час, конечно, обмежеваны быть самым, но мы можем скоординироваться, что сейчас в этом доме? Там сделан ремонт вот этим внукам, который я показывал, это правнук Федота Ивановича Ковалева, то есть, ну, он вполне цивильный такой себе. Я, знаете, что, Андрей прошел, я хочу сказать, что, вот, к слову об Александре Матвеевне, урожденной Нудновой, о матери Владимира Васильевича, должна сказать, что еще представители ее, ну, ее родня тоже, это старобряцы, они жили там, в доме около Белниилка был дом, да, и одна из там, сестер, я сейчас чуть-чуть подзабыла, но они жили на полицейской 1865, и это Мария Григорьевна Сарамятникова, ее дочка Тамара Карповна, которая была замужем за Колобухиным. Так вот, тут вещи из дома, вот их, ну, скажем, Сарамятниковых, Колобухиных, но по происхождению нудновых, да, вот, это тоже родственники вот этих, ну, настолько, понимаете, вот цепкие все эти связи, взаимоотношения, вот там родители, это, по-моему, после революционных две фотографии парные, там некоторые вещи такие тканные, элементы от чайного сервиза, тоже из фонда нашего музея, очень интересно вот это вот, по-моему, вот это прошло, когда должна была замуж выходить Лена, Елена Григорьевна, вот Сарамятникова, которая, да, ей готовили приданное и Блашвейке, в Гомеле заказали всякие вышивки, ну, то есть, ну, как бы, были такие мастерицы, вот, и у нас это Е, по-моему, С, так и остались монограммы, она так и не вышла замуж, у нее как-то вот суверение сложилось таким вот образом, много тоже интересного, еще я недавно узнала, что Тамара Карповна умерла, как-то вот, она, она надарила вот эти вот вещи, в музее тоже. Ну, чуть раньше, не так, позапрошлым годом. Ну, что, я вас благодарю за такую подпитку большую, для меня это очень важно, и я тоже, представитель, скажем, большой семьи, и очень много есть своих, я, собственно говоря, когда-то сделала книжечку про Дагилиса Бурбанусов, там, ну, семья моего дедушки, толстых кролей, и именно Всеволод Петрович увидел ее и просто насел на меня, давайте, давайте сделаем, ну, и тогда вот, ну, так сказать, собрать такую книжицу, а для нее, я вам не принесла, хотя Андрей предлагал, целые пачки разных записей, разных выписков, мне очень интересно было в блокнотике Зинаида Федотовна, где она записывала, там, когда-то родилась там Галя, или у того-то вот это, или это, вы знаете, это начиная там с послевоенного времени, это же так здорово, такие вот вещи, которые ты записываешь, обязательно потом забудешь об этом, а вот это напоминает, ну, они складываются, конечно, в такие вот пазы, как сейчас модно говорить, наверное, вот, для семьи, я считаю, что интересно, хотя вижу, и, ну, там, по другим семьям, далеко не всем отпрыскам особо это любопытно, понимаете, там скажешь, Машенька, ну, послушай, вот там, а, ну, что там, а что мне, ну, как-то не очень это любят, я думаю, что очень важно, когда вот в семье понимают, что родное, дорогое, это передается, не только там гены, не знаю, не только там какое-то наследство, не знаю, там какая-нибудь, ну, чашечка, но и вот память о семье, и о том, какие традиции были, думаю, что вот Ковалева, наверное, тому примет. Спасибо. Спасибо.